Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, наши казахстанские автолюбители, с вами программа Про Авто. И сегодня мы расскажем вам о бюджетном варианте легкового автомобиля чешского автоконцерна «Шкода Рапид». Конец 2013 года с объемом 1,6 под капотом и со 105 лошадками. Хотите узнать все подробности? Не переключайтесь, будьте с нами. История формирования концерна «Шкода» началась на рубеже 19 века. В 1895 году книготорговец Вацлав Клемент из города Млада, Болеслав, что под Прагой, купил дорогой импортный велосипед. Товар оказался бракованным, а производитель своим поведением показал, проблемы клиента его не сильно тревожат. Вацлав Клемент не опустил рук, а нашел компаньона в лице местного механика Вацлава Лаурина. И вместе они начали производить велосипеды собственной конструкции, надежные, доступные с полноценной гарантией. Потом появились мотоциклы. С 1905 года в серию пошли автомобили. В 1920 году компания «Лаурин Клемент», названная в честь основателей, объединилась с машиностроительным предприятием «Шкода». А в начале 1990-х годов «Шкода» влилась в концерн «Фольксваген». Сегодня автомобильная компания из Млада, Болеслава, организованная двумя простыми людьми, следовавшими принципу «хочешь сделать хорошо – сделай сам», является одним из главных локомотивов экономики Чешской Республики. Не забыли о двух Вацлавах и в компании. Самые престижные и богато укомплектованные версии модели «Шкода» носят имя «Лаурин Клемент». Бюджетный вариант, говорите? Ребят, европейцы действительно поставляют нам качественные европейские автомобили. И сейчас мы посмотрим багажник «Шкоды Рапид». Вот такой вот хэтчбэк. Снаружи он вообще ничем не отличается, мне кажется, от седана. Но внутри и изнутри он совсем другой. Давайте мы сейчас снимем верхний этаж, верхний отсек. И посмотрите, сколько здесь места. В принципе, машина новая, поэтому, конечно, эксплуатировать ее в строительстве нежелательно. Ну и многие из нас как бы не станут этого делать. Сейчас мы, получается, так как машина-трансформер, вам покажем, как она трансформируется. Здесь есть специальные кнопочки. Вот с этой стороны она ложится. Переходим в другую сторону. Ну вот, вы сейчас все сами видите. Действительно, машина-трансформер. Транспортировки крупногабаритных предметов, таких как, скажем, холодильник, газовая плита. Она очень удобна. Шкоду Рапид по праву можно назвать экономичной машиной. Да к тому же она почти новая. Три года от роду этот лифтбэк понравится многим автолюбителям. Я не сомневаюсь, помимо экономичности она привлекает своей внешностью. Здесь стоит ребром лишь вопрос цены. Цена на такой лифтбэк варьируется от 2,5 миллионов и выше. Шкода Рапид 2013 года выглядит собрано и, скажем так, строго. Сейчас мы подошли к передней части автомобиля. То есть, здесь сразу мы видим элегантно выглядит решетка радиатора. И здесь подчеркивают ее именно хромированные вставки с вертикальными решетками. Противотуманки, они тоже в объеме немаленькие. Ну и хрустальные фары, которые выделяют ее, скажем так, из общей толпы и массы автомобилей. Капот украшен ребрами. В центре выштамповка, которая на границе с решеткой образует выступ для размещения нового логотипа автоконцерна. Измененный логотип также теперь красуется на колесных дисках автомобиля. Кроме того, Рапид, первый из автомобилей чешского концерна, получил надпись Шкода на задней левой части кузова. До этого все автомобили обозначались только значком на задней части и названием автомобиля. Надо отметить, компактный лифтбэк Рапид стал лауреатом одной из крупнейших международных премий Red Dot в области дизайна. В основе автомобиля лежит знакомая платформа PQ25. Она же лежит в основе конструкции семейства Volkswagen Polo пятого поколения Audi A1. Вроде бы машина компактная и на первый взгляд кажется маленькой, но с другой стороны в длину он равен 4480 мм. Ширина составляет 1770 мм. Высота 1460 мм. Колесная база составляет 2600 мм. С внешней характеристикой разобрались, теперь давайте заглянем в интерьер машины. На улице минусовая температура, поэтому охота сейчас включить печку на всю мощность и погреться. Здесь получается сразу первым делом надо обратить внимание на ключи с иммобилайзером. И вот так вот она открывается. Поехали дальше. Заводим ее, чтобы погреться, сразу печку включим. Ну вот, в принципе, снаружи хэтчбэк 2013 года выглядит не таким прям крупногабаритным, но в интерьере, то есть изнутри салон такой просторный. Мне, в принципе, удобно сидеть. Салон сочетает в себе функциональность и эргономичность. Салон «Шкоды» на велюре. Панель сконструирована на пластике. Аудио-система MP3CD, ABS, подогрев сидений, регулировка зеркал с подогревом, управление фарами, также регулировка фар, круиз-контроль, СРС, полный электропакет, бортовой компьютер, центр-замок, кондиционер, парктроники. Несмотря на бюджетный вариант, салон смотрится престижно. Сейчас мы испытаем «Шкоду» «Рапид» на скорости, на устойчивости и сделаем тест-драйв. Обязательно не забывайте пристегиваться для безопасности. Автомобиль отличается великолепным уровнем управляемости и безопасности. В зависимости от комплектации он может быть оснащен датчиками давления в шинах, помощником на подъемах, противобуксовочной системой. Коробка передач пятиступенчатая, двигается и переключается легко и информативно. Мотор чувствуется тяговитый, тянет великолепно, но это чисто в городском режиме. Также хочу отметить, что эта машина не компромиссная, а с серьезными повадками на дорогах. То есть она ведет себя очень хорошо. В общем, европейцы знают, что они изобретают и ставят на колеса. На мой взгляд, тест-драйв удался. Время пришло загонять чешскую княгиню в станцию технического обслуживания. А пока мы в дороге, давайте узнаем, какими штрафами может обернуться остановка и стоянка транспортного средства в неположенном месте. Нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства, кроме случаев, за которые установлена ответственность другими статьями кодекса, карается статьей 597, частью 1, 10 МРП, что составляет 22 690 тенге. Нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, детской или спортивной площадке, карается статьей 597, частью 2, 15 МРП, что составляет 34 035 тенге. Нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, карается статьей 597, частью 3, 20 МРП, что составляет 45 380 тенге. Будьте бдительны на дорогах, и вам не придется выплачивать штрафы в крупных размерах. Шах, ас-саламу алейкум. Вот мы и снова у вас в гостях. У нас на обзоре новый Skoda Rapid, практически новый автомобиль, конец 2013 года. Мы сделали краткий обзор традиционно, и сейчас нам нужна именно профессиональная точка зрения механика, которая каждый день сталкивается. Рад вас видеть. Открывайте капот. Давайте заглянем. Будем заглядывать. Ну, мотор здесь у нас совсем масенький. Масенький мотор, 4-цилиндровый, схожий Volkswagen Polo. В принципе, аналогов не имеет. Пока что на рынке он как бы такой оптимальный. Вообще автомобиль, скажем так, для города. Расход бензина 6,5-7 литров. Как бы это для автовладельцев самый такой на сегодняшний момент, как бы первое такое... Оптимальный, практический? Оптимальный, да, практический, как бы вариант. Вообще, вот так скажем. Ну, что еще может возникнуть в этом моторе? Какие проблемы? Ну, вот, к примеру, машина, скажем, новая, да? Ей отруду 3 года, 4-й год пошел. Такая машина, как бы вообще, пока на ней никаких аналогов нет. Вовремя менять масла. То есть, 8 тысяч проездили, поменяли масло, воздушный фильтр. Свечи 20 тысяч, каждые 20 тысяч. Замена свечей. Ну, и в принципе, топливо заливаете, не ездите. Ну, а 100 тысяч, после 100 тысяч, какие проблемы могут возникнуть? Если в среднем посчитать, сейчас, если 4 года, 3 года, 100 тысяч километров, она уже прошла. Да, она прошла. То есть, как бы расход масла, если имеется, то можно поменять маслаки. Если его не имеется, то туда можно и не залазить, его не трогать. Он будет еще столько же ездить, потому что он, двигатель вообще, как бы корни у него европейские. Традиционно каждый из нас, когда заезжает в СТО, он открывая, то есть, показывая мастерам, специалистам, все, что имеется у него под капотом, они что делают? Заводят машину. Заводят. Давайте заведем и послушаем, как работает мотор. Значит, заводите машину, держите полторы тысячи оборотов. Да, и вы как раз скажете, да? Да, мы будем слушать. Мы будем слушать, и дальше уже сделаем выводы, да? Дальше будем делать выводы, совершенно правильно. Мотор, вы видите, у вас работает тихо, посторонних шумов нет. То есть, как швейцарские часы? Да, вот, то есть, действительно, работает, как часики. Хорошо, значит, двигатель работает на 5, да? Давайте теперь заглянем на подвеску, да? На ходовую часть. Кстати, момент, я забыл про дроссельную заслонку. Если не меняю воздушных фильтров при замене масла, то получается, то есть, две замены масла и дроссельную заслонку надо будет чистить. А это опять-таки же лишний расход. А если дроссельную заслонку вообще не чистить, к чему может привести? Ну, это уже будет замене самой дроссельной заслонки, замене деталей получать. Недавно буквально мы снимали и делали обзор про Lada Largus и там подвеска Machersen. Какая же здесь подвеска у Skoda? Здесь Volkswagen Polo подвеска. Тоже самые соленблоки, шаровые опоры, стойки стабилизатора, передний привод тоже. Как бы стойки амортизаторов. Volkswagen Polo, аналогичный Volkswagen Polo. И, как бы, чешская Saab. Так, здесь, как бы, тоже. У них даже суппорта на Volkswagen похожи, Polo. То есть, лодки передние, и тут можно не париться, поехать, не говорить эту модель. Можно даже с Volkswagen Polo поставить. Минусов, как бы, практически у них нет. То есть, она совершенно простая, совершенно вообще все доступно. Тут сзади вообще практически ничего такого нет. То есть, два амортизатора, две пружины, балки, все. Больше ее ничего не держит. И сейчас вот традиционно в конце нашей программы, я, Шак, хочу задать тебе один единственный вопрос. По десятибальной шкале, насколько ты оцениваешь ее? По десятибальной шкале я бы оценил ее 8 баллов. Ну, Шак, спасибо за вашу профессиональную точку зрения, за технический обзор, да, скажем, Skoda Rapid. Ну что ж, наши дорогие автолюбители, сегодня мы протестировали Skoda Rapid, сделали обзор экстерьера, автомашины интерьера, узнали техническую характеристику. И я для себя подчеркнул и понял, что эта машина очень удобная на сегодняшний день, экономичная, практичная. Она в себе сочетает, в принципе, все, что надо. Поэтому, если у вас в кармане завалялись 2,5-3 миллиона тенге, то эта машина может стать вашей. С вами была программа ProAuto. И, Ассаламу Алиминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»